Всем привет, с вами Информ-ТВ. Валентина Панина была яркой и творческой личностью. Она успевала совмещать активную работу в театре с регулярными съемками в разных фильмах. Многие зрители помнят ее по участию в таких картинах, как «Метель» и «Звезда пленительного счастья». Однако мало кто знает, насколько сложной была жизнь у известной артистки. Будущая актриса после окончания школы продолжила обучение в педагогическом институте. В это время она начала посещать студенческий драм-кружок. Ей настолько там понравилось, что после второго курса она решила стать актрисой, покинула Омск и поехала покорять Москву. Валентина преодолела серьезный конкурс и все-таки смогла поступить в щепку. Однако в родном городе у нее остался любимый. Она ежедневно ему писала и мечтала о скорейшей встрече. После окончания вуза ее звали в Малый театр, но она вместо этого переехала в Ленинград и начала выступать в Александринке. Всю жизнь она мечтала жить в этом замечательном городе. В 70-м случилась ее дебютная роль – картина баллада о Беринге и его друзьях. Там она сыграла императрицу Елизавету. В это же время она связала себя узами брака со своей первой любовью – Сергеем Паниным. Супругам даже выделили комнатушку, но реальная жизнь очень сильно отличалась от любовной переписки. Молодожены не смогли перейти на новый этап в отношениях. Даже беременность Валентины не смогла дать второй шанс их браку. Также поспособствовала процесс расставания и постоянная ревность со стороны Сергея. Затем Панина переехала к своей подруге. Она очень тяжело переносила беременность и постоянно плохо себя чувствовала. Девушка тогда решила, что хочет рожать в одном городе и уехала в Омск. В 71-м году на свет появилась дочь, которую назвали Натальей. Новоиспеченная бабушка очень сильно помогла Валентине с воспитанием ребенка. Они все вместе переехали в Ленинград, чтобы Панина работала, а бабушка сидела с внучкой. Наталья Панина считает своим отцом Вадима Никитина, который состоял в браке с ее матерью на протяжении 15 лет. Он удочерил девочку и дал ей свое отчество. Своего биологического отца Наташа видела всего раз в Но вскоре и второй брак Валентины распался. Третьим супругом стал спортивный чиновник Михаил Шолохов. Именно он привил своей жене любовь к выращиванию цветов и размеренному отдыху на дачном участке. К сожалению, на данный момент актриса уже находится в статусе вдовы. Больше всего в жизни она гордится своей дочерью. Наталья является известной театральной актрисой, пошла по стопам своей мамы и после окончания «Щепки» тоже решила вернуться в Ленинград и начала работать на сцене Александрийского театра. Судя по фотографиям, дочь внешне очень похожа на свою маму. Интересно также, что Наташа дебютировала в кино в 10-летнем возрасте в картине «Личная жизнь доктора», где также снималась и ее мать. Во время беременности Наташа получила удар в живот на улице от неизвестного мужчины. Ребенок родился в настолько тяжелом состоянии, что даже врачи предлагали ей отказаться от дочки. Однако Анна прожила 22 года благодаря любви и нежности Натальи, а также Валентины, которая всеми силами помогала дочери. Муж при этом не выдержал внезапных трудностей и бросил Наташу. Панины смогли пережить эти испытания. Они верили в то, что рано или поздно все наладится. Сейчас Наташа счастлива в браке. 10 лет назад у нее родился сын, которого она назвала Витей в честь прадеда. Валентина Викторовна до сих пор продолжает сниматься в кино и участвует в театральных постановках. Среди ее последних работ можно выделить сериалы «Последний ход королевы», а также «Челночницы». А вы помните этих двух красивых женщин, которые вот-вот и образуют актерскую династию? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!